Всем привет! Я Надя, senior engineer компании Navardis, которая занимается e-commerce системами. У меня очень большой стаж работы и сегодня поговорим про электронную коммерцию. Начнем с того, что это, собственно, такое. Электронная коммерция связана со всем, что происходит в интернете с точки зрения денег. То есть это и электронная торговля, и банкинг, и маркетинг, и страховые услуги. Поэтому это все транзакции, которые происходят с деньгами в интернете. И в данном случае у нас электронная коммерция может разделяться в основном на два потока. Это B2B и B2C. Я не затрагиваю другие, типа B2Government и так далее. Значит, B2B. Что это такое? Это бизнес-то-бизнес, когда у нас тот, кто производит продукт, продает дилеру. B2C – это когда дилер продает непосредственно конечному пользователю. У нас есть несколько платформ, которые представляют e-commerce решения, готовые, которые нужно просто кастомизировать под заказчиком. И в данном случае на слайде представлен магический квадрат Гартнера, про который я могу рассказать в кулуарах более подробно. Но в данном случае у нас есть три дилера IBM, Oracle и Hybris. В данном случае чем они хороши? Тем, что в них представлен весь функционал уже готового интернет-магазина. B2B и B2C решения. Поэтому мы можем взять, например, и установить заказчику, и он уже может непосредственно работать. А дальше давайте разбираться, что заключается под кастомизацией. Естественно, заказчик хочет, чтобы его товар мог продаваться в многих каналах. Таким образом, в интернет-магазине, в веб-приложении, в терминалах, которые установлены непосредственно в магазинах. И это называется omni-channel, многоканальностью. Таким образом, пользователь может заказ сделать с помощью компьютера, с помощью мобильного устройства и с помощью терминала, который установлен в самом магазине. Таким образом, обеспечивается объединение всех заказов и подведение итога по всей статистике в одной и той же системе. Дальше основной функционал – это то, что мы видим на витрине. Притом на витрине мы видим, как и у всех магазинов. То есть на витрине веб, на витрине мобайл и на витрине терминального приложения. Это у нас обязательно хомпейдж, каталог, страница товара, корзина и оформление заказа. И почему особенность именно, чем отличается тестирование e-commerce от веба, тем, что у нас немного другие приоритеты. И главный приоритет – это в том, что мы должны сделать заказ. А заказ мы можем сделать только тогда, когда мы с самого начала, с хомпейджа, можем перейти к оформлению заказа по вот этим всем пунктам. И в данном случае я хочу уделить внимание на поиски фасета. Поднимите руку, кто знает, что такое фасеты. Расскажу. Значит, фасеты, когда вы заходите на какой-нибудь сайт ритейлера, вы видите категорию. Вы выбираете категорию, например, телевизора, и дальше вы можете установить непосредственно какие-то фильтры. Например, выбрали телевизоры, и устанавливаете фильтры типа диагональ телевизора 40 дюймов, обладает телевизор какими-то свойствами типа Wi-Fi или нет, Smart TV или нет. То есть это дополнительные какие-то подкатегории товара. И в данном случае, когда вы пользуетесь поиском и фасетами, уже с точки зрения бэкэнда разработчики и тестировщики должны протестировать то, что если очень много пользователей зайдет на сайт, чтобы очень быстро возвращался запрос. Особенно, когда у непосредственно ритейлера очень большой список товаров, когда, например, товаров больше 10 тысяч, то, представляете, если просто SQL-запрос написать к базе данных, он будет выполняться очень долго. Таким образом, для этих целей разработаны специальные поисковые платформы. В данном случае мы работаем с поисковой платформой Apache Solar, код которой является открытым. Дальше основная особенность e-commerce – это формирование цены. Цена к нам поступает из каких-либо ERP-систем заказчика, либо из файла, который непосредственно уже редактируется самим менеджером. Чаще всего для B2B-решений как раз используется интеграция с ERP-системой, а для B2C-решений используется загрузка из файла, потому что в B2B-решениях, как правило, нету конечной цены. То есть если дилер делает заказ на большую партию какого-либо товара, то он видит только диапазон цен, в которые может войти его цена, и потом уже согласовывает с менеджером по телефону. А для B2C, естественно, вы как конечный потребитель хотите видеть конечную цену, которая будет уже непосредственно в заказе, которая будет в чеке, когда вы получите этот заказ. Насчет формирования цены тоже есть интересные особенности. Например, если мы тестируем сайт B2C, тогда мы не хотим видеть, например, таких ошибок, когда меньшая цена зачеркнута, а большая выделена. То есть также мы тестируем разнообразные промоушены, скидки, индивидуальные какие-то предложения, и они могут накладываться друг на друга. И это уже, скажем так, бизнес-логика, которую мы должны предусмотреть. Под функциональностью мы понимаем, что вот этот весь порядок скидок, а под бизнес-логикой его наложение. То есть какие скидки должны накладываться и суммироваться, а какие нет, и учитываться. Дальше, когда мы оформляем заказ, естественно, тестирование сразу увеличивается в несколько раз, когда мы используем несколько платежных систем. Ну и здесь привезены некоторые платежные системы, которые могут быть использованы. Ну, как правило, например, в моих проектах использовалось по одной платежной системе, в системе типа Асист или Пэтрол. Когда мы оформляем заказ, кроме того, что мы должны выбрать способ оплаты онлайн или наличными, мы должны выбрать способ доставки. И вы, как конечные потребители, вы видели то, что есть несколько вариантов типа самовылаза и доставка до адреса. Но что под собой подразумевается в бэкэнде? Когда вы выбираете хотя бы самовылаз, тогда происходит грандиозная логика в плане расчета резервов, если этот товар на складе или нет. или если нет этого товара на складе, то сколько времени займет, чтобы доставить этот товар с другого склада. И в данном случае в хороших B2C-решениях предлагается именно выбор даты. И дата, когда вы можете забрать заказ, варьируется от того, есть ли заказ на складе и сколько времени нужно потратить ритейлеру, чтобы доставить из ближайшей точки в вашу точку, которую вы выбрали непосредственно на складе. Доставка до адреса, чем примечательно, если вы доставляете, например, в пределах КАДа, МКАДа, то она может быть бесплатная. Но когда вы доставляете до какого-то мелкого городка, которого даже нет, например, в списке, который вы можете выбрать, то происходит уже, может происходить сложная логика, либо самый простой вариант – это колл-центр, связывается с вами и уточняет, как вам удобнее. Либо там уже происходит расчет, какая компания может довести до вашего адреса непосредственно вот этот объем товара и сколько это займет времени, и сколько это будет стоить. И в данном случае это должно выводиться, например, в интернет-магазин при оформлении заказа. Следующая особенность тестирования e-commerce – это маркетинговые какие-либо фишки. В данном случае, если мы добавляем код Google Аналитики, то, естественно, мы его при тестировании проверяем. Вот, например, у нас была фишка такая, что мы на тесте проверили, на QA среде проверили, а на продакшене забыли. И на продакшене именно вот e-commerce код, он не заработал. То есть сама Google Аналитика работала, то есть аналитика какая-то шла, а e-commerce код включает в себя еще аналитику по заказам, по количеству сделанных заказов и по количеству завершенных заказов в итоге. И в данном случае у нас это было пустое, и мы уже учли, что это нужно повторять в регрессионном тестировании продакшена, когда устанавливаем новую версию. Ну, естественно, это еще формирование разнообразных e-mail и XML для маркетов – Яндекс и Google. И в данном случае это формирование проходит, например, один раз в сутки, когда у нас, во-первых, изменяется количество продуктов, доступных для продажи, цена изменяется, и таким образом каждое утро формируются вот эти XML-ки и отправляются Яндекс и Google, чтобы они выложили у себя на витрине. Также интересный момент – использование cookies. Ну, использование cookies – это в основном во всех приложениях, но он очень используется маркетологами в плане большего оформления заказов. Например, если у компании два сайта, ну, например, у известной компании «Ревгош» есть два сайта. Первый – это информационный, второй – это интернет-магазин. И когда вы с одного сайта на другое переходите, я не знаю, там реализовано или нет, то если у вас есть что-то в кардине, то там есть такая маленькая напоминалочка, что у вас есть что-то в корзине, не забудьте оформить заказ. И в итоге у нас что основное при тестировании e-commerce? Первое – учитывая многоканальность. Под многоканальностью еще раз подразумевается то, что мы в разных точках можем оформить заказ как в веб-приложениях, как в терминалах, как в веб-сайтах. Также формирование цены, обработка денежных транзакций – это плодежные разнообразные системы. И может быть сложная логика с интеграцией, интеграцией доставки. Ну а также в зависимости от того, что попросит наш заказчик, это какие-то маркетинговые задачи, которые он хочет непосредственно внедрить в этот проект. Ну, сейчас я осветила очень маленькую сферу того, что вообще можно рассказать про e-commerce, поэтому я готова ответить на любые ваши вопросы и обсудить это в клуарах. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Вот. Да. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я работаю в Воронеже. Мы занимаемся мобильными приложениями. И, допустим, мы делаем мобильный клиент для e-commerce. И вот что бы посоветовали, дело в таком случае, потому что мы всего лишь мобильные клиенты, мы очень сильно зависим от того, что вообще творится внутри этого страшного e-commerce. Нас не пускают внутрь, нам не дают доступ ни в одну админку. Нам говорят, ну вы спросите, и мы вам ответим. А мы же не знаем, что нам лучше спрашивать, потому что мы не имеем доступа ни к чему. То есть e-commerce только мобильных приложений, не подразумевают под собой никаких веб-приложений. В том-то и дело, что есть веб-приложения, а мы делаем исключительно мобильный клиент. А к админке у вас нет доступа? Нет никакого доступа. Ну вы спросите у нас что-либо, и мы вам ответим. Но, как вы понимаете, сложно вот так вот с насколько спросить у них, а что же нам надо? Значит, что бы я сделала? Это не как правильный ответ, потому что это чисто субъективное мнение. Я потом расскажу объективное мнение, какой она этот фактор. Значит, субъективное мнение — попытаться свалить приложение так, что программисты будут чесать голову где-то неделю и будут пытаться понять, что как вы это сделали. У нас, например, в приложениях уязвимое самое место — это как раз поиск, и поиск по фасетам. И в данном случае чем оно уязвимое? Тем, что как бы вы не водили там транслитом, разными буквами, реестрами букв, то у вас приложение должно выдавать тот запрос, который вы хотите получить. И когда у нас не выдавало, мы, естественно, приходили к программистам, и у нас иногда приложение падало с такой ошибкой, эксепшеном, которая только в логе видна. А сайт вообще становится недоступен. Это субъективное. Объективное, если вы ручные тестировщики… Мы всякие. Если всякие, то вам необходим доступ к админке. То есть в любом случае просите доступ к админке. Как вы можете наблюдать за тем, что происходит на фронте, не имея доступ к админке? В данном случае на фронтенде мы создаем заказ, а на админке мы проверяем, что этот заказ правильно создался в системе, и дальше он корректно передастся в другие системы, ERP-шные, которые в последующем. В данном случае, ну вот то же самое, была ошибка с одной из платежных систем. То есть мы оформляли заказ, наше приложение корректно отрабатывало, но к нам с продакшена, уже с продакшена обратились клиенты, что у них другая дата доставки. Такие, что, как, мы же это тестировали. И тут мы выявили, что причина в том платежном приложении, оно просто переставляло дату и месяц. То есть, например, 12.11.2015, это не 12 ноября 2015 года, а 11 декабря 2015 года. Если бы мы не имели доступа к админке, мы бы сами не поняли, а разработчики гораздо бы дольше в этой проблеме разбирались. В данном случае разработчикам должно быть самим выгодно вам дать доступ к админке, чтобы вы больше сведений имели о системе. Спасибо. У меня вопрос по платежным системам. У вас на слайде было довольно-таки много. Представлено их. Вы сказали, что используете, по сути, 2-3. Ну, предположим, вы используете их все. Будут ли ваши тестировщики проверять платежи на всех системах? Обязательно. На каждой? Особенно мы используем сейчас 2 системы. И мы используем 2 системы. У нас написаны автотесты, которые проверяют все состояния, все ошибки и логи, ворнинги и эрроры, которые возвращает платежная система. То есть были такие проблемы, что в одной платежной системе проходило, в другой нет? Скажем так, это не то, что были. Основная часть e-commerce – это как раз платежи. И это основное, это главный приоритет, что нужно проверить. Ну, по сути же, это интеграция со сторонним ПО. Ну, это critical интеграция со сторонним ПО. То есть вы представляете, если у нас не пройдет в систему платеж, то, что заказчик не получит своих драгоценных денег. И в данном случае мы в этом будем виноваты. А это основная цель заказчика, чтобы получить деньги от заказа. Понятно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Собственно, я на предыдущем месте работы занимался примерно тем же самым, чем и вы в этой сфере. Я вот хочу ответить девушке. Вы со мной поговорите, да, потому что мы ровно в таких же условиях делали ровно то же самое, поэтому я вам дам несколько практичных советов. К вам вопрос такой, ну, платформы, которые стандартные, да, вот, Hybris, ITG, ну, и там IBM с какая-то шляпой тоже. Вот. Во-первых, SIP уже Hybris купил, да, поэтому он уже… Что купил? SAP, ну, SIP, он купил Hybris, и он уже перебрался, значит, таким образом туда. Вот. Скажите, пожалуйста, какой у вас опыт именно работы с конкретными этими системами, как вы побеждаете этих монстров? Значит, мы сейчас непосредственно работаем с Hybris платформой. Я работаю с ней около года. И я читаю сводки по IBM в сфере e-commerce. И примерно знаю, чем они отличаются от Hybris, и знаю их сильные стороны и слабые стороны. С Oracle у нас интеграция, притом довольно тесная, и притом Oracle используется не как кодовое приложение, а именно как ERP-система. Поэтому… Ну, это другое. Ну, это, да, уже другое, да. Понятно. Ну, я вам, если чего, более подробный вопрос попозже. Отлично. Спасибо. Коллеги, все, у нас время, у нас обеденный перерыв. Все, всем спасибо. Спасибо. Спасибо.